Библейский портал экзегет.ру представляет 23 глава второй книги «Царей» или «Царств» в старых переводах для библейского портала «Экзегет». Она состоит из двух неравных и очень разных частей. Поэтическая часть и список. Так, я напомню, что уже заканчивается история Давида. Это такие вот как бы добавления, разнородное добавление к повествованию о нем. И прошлая 22 глава была длинной поэмой. И тут у нас небольшое стихотворение. Вот последние слова Давида. Изречение Давида, сына Иша, изречение богатыря, поставленного высоко, помазанного Богом Иакова, чьи песни столь приятны. Его последние слова тоже в поэтической форме. «Говорит во мне Господень Дух, слово его у меня на языке. Сказал мне Бог Израилев, изрекла скала Израилева. Праведно властвует над людьми тот, кто властвует страхом Божьим». Вот смотрите, он в предыдущей главе долго говорил о своих победах. А здесь некий итог его жизни. Праведно властвует над людьми тот, кто властвует страхом Божьим. Давид не все делал правильно, но праведное правление основано на страхе Божьем. То есть на страхе нарушить его повеление, на страхе оскорбить Творца. Собственно, вот это то, чего у него было в избытке. Всего остального могло не хватать. «Как утренний свет на восходе солнца, утром безоблачным после дождя, что зелень рождает из земли, не так ли и до мою Бога?» Свет, роса, зелень, да, вот образы, которые связаны с чем-то очень простым. И смотрите, он не говорит, у меня Великая Империя, хотя да, судя по Библии, довольно большое царство, завоеванные окрестные народы. У меня куча побед, там множество богатырей я убил. А мой дом — это как росток зеленой земли. Вот просто Господь дает жизнь, он просто Господь дает свет, воду, какое-то живое начало. Вот просто жить можно. И это важнее, чем все эти победы, все эти расширения границ. «Заключил он со мной вечный завет, всячески утвердил и укрепил, желанное для меня спасение не от неволи. Негодяя, как брошенный терновник, которого и в руки не возьмут, чтобы его поднять, используют железное острие или древко копья и сжигают на месте дотла». А негодяя — это вот высохшее, колючее, его и в руки не берут, а натыкают на какую-то там палку заостренную и бросают в огонь. Вот, собственно, и все. Вот и итог всей жизни великого царя, великого поэта, человека с очень сложной судьбой, который познал много женщин и, кажется, был со многими из них счастлив в любви, который породил множество детей, который победил во множестве войн, который сделал вообще невероятно много всего. А в конце жизни он говорит, мой дом как зелень, как роса, как свет, как что-то вот такое очень простое и естественное. А все остальное — это только обстоятельства. Интересный итог жизни, правда? Что вспоминает великий человек на смертном ложе. Ну а дальше список. Давид же был не один и не смог бы ничего этого сделать один. Вот именно богатырей, которые были у Давида. Иошеф Башевит из Тахмона, главный из трех, он поднял свое копье на 800 человек и убил их за один раз. Даже мы не очень понимаем, что это за великий подвиг. В одном бою убить 800 человек. Вряд ли он был один. Следующий Лазар, сын Доди, внук Ахохи. Он один из трех богатырей, которые пошли с Давидом вызвать на сражение строй Филистимлин. Когда израильтяне отступили, а может быть, наоборот, поднялись, пошли вперед, он твердо стоял и разил Филистимлин, пока не обессилила его рука, а меч к ней словно прирос. В тот день Господь сотворил великую победу, и когда народ вернулся к нему, осталось только подобрать добычу. Мы ведь ничего не знаем про эти эпизоды. То есть были еще какие-то бои, какие-то сражения. И вот смотрите, на разных уровнях Давид с его итогом жизненным, таким очень простым. А вот герои Израиля, вот великие воины, у которых счет 800 бойцов в одном бою. Абсолютно нереальная цифра, на самом деле. Или он один из трех устоял, когда все отошли, и он победил в результате. Вот для них на каком-то более низком уровне важны именно военные победы. Следующий Шамас, сын Агейс Харар. Однажды ферестимляне собрались в Лыхи, где был участок поля, засеянной чечевицей. Народ бежал от ферестимлян. Но он встал среди поля и родил ферестимлян. И Господь сотворил великую победу. Эти трое из тридцати вождей... Вот почему именно трое идут отдельно? Оказывается, с самого начала была какая-то особая история. И какая? Наверное, они убили не восемьсот, а тысячу восемьсот, да? Наверное, они выиграли не один бой, а пять боев подряд. Нет. Эти трое из тридцати вождей пришли во время жатвы к Давиду в прищеру Адулан, когда ферестимская шайка стояла лагерем в долине Рифаимов. То есть, смотрите, Давид прячется тогда между Саулом и ферестимлянами. Он как-то пытается найти себе место. И они приходят просто к нему на помощь. Давид был тогда в укрытии. А в Вифлееме стояла ферестимская стража. В Вифлеем его родной город, где он всех знает. Но там ферестимляне туда нельзя войти. Давид тогда испытывал жажду и сказал, кто бы напоил меня водой из вифлеемского колодца, что подле ворот. Да, вот тот колодец, из которого он в детстве пил. Там особо вкусная вода. Тогда эти трое ворвались в ферестимский лагерь и набрали воды из вифлеемского колодца, что подле ворот. Зачерпнули ее и принесли Давиду. Вот такой внезапный рейд. Они там, наверное, кого-то разогнали или убили. Зачерпнули воды и быстро убежали назад. Зачерпнули ее и принесли Давиду, но он не стал пить и вылил ее пред Господом. Он сказал, ни за что, Господи, не стану этого делать. Это же кровь людей, что пошли туда с риском для жизни. И не стал пить. Вот что сделали эти трое богатырей. Что за эпизод странный? Давид захотел попить. Ну, наверное, были другие источники воды. И они добыли для него воды из колодца его детства. А он вылил ее пред Господом, принес как бы в жертву. Сказав, я не буду рисковать жизнями своих героев для того, чтобы потешить свои желания. Напьюсь в другой раз, другой воды. Пока потерплю. И может быть, вот как раз маленькая иллюстрация про то, что они готовы были пожертвовать собой, чтобы помочь Давиду. А Давид не принял этой жертвы и передал ее Господу. Сказал, вот, Господи, это тебе. Вот они готовы были отдать жизнь. Мне не надо. Возьми это ты. И может быть, этот маленький крохотный эпизод, который с другой такой какой-то практической точки зрения покажется бессмысленным. Зачем рисковали жизнью? Зачем он тогда отказался, когда они принесли ему воду? Он как раз показывает отношение Давида с Богом и со своими людьми. И, может быть, это красноречивее, рассказов о множестве побед. Но они тут дальше будут. Авишай, брат Юава, сын Церуи, стоял во главе этих троих. Он поднял копье на триста человека, убил их, и так приобрел себе славу наравне с этими тремя. Но он был полководец, да, поэтому они как бы были главные герои, но он им и командовал. Был ему почет и от тех троих, и он стал начальствовать над ними, хотя сам был и не из них. Бена-Ясен, ехояды великий, воин из Ковциэля, сотворивший много подвигов. Он сразил двух львов, богатырей Муавских. Даже не очень понятно, наверное, все-таки богатырей людей, которые как львы были. А в один из снежных дней он спустился в водосборник и сразил льва. То есть, наверное, это уже животное. Также он сразил огромного египтянина. В руке у того египтянина было копье, но он вышел на него с палкой, вырвал из рук у египтянина копье и им же убил его. Вот что сделал Бена-Ясен, ехояды, и он прославился вместе с тремя богатырями. Был ему почет от тридцати, но в число троих не входил. Давид поставил его над своей личной стражей. Да, и вот такие разные группы. Три — это вот три тех воина, которые с Вифлеема Давиду как родные. Тридцать, видимо, следующий круг каких-то более значимых, чем все остальные воины, но не эти трое личных друзей. В числе тридцати были на самом деле не тридцать, а тридцать семь, то есть тридцать округленное число. Урия-Хетт тот самый, с которым вышла история, когда Давиду понравилась его жена. А зачем здесь эти списки? Нам они ничего не говорят. Нам — да, но люди древности, видимо, читаю этот текст, находили имена своих праотцев, находили имена своих земляков. Здесь же не случайно еще и места были. Это вот была такая память, которая передавалась из поколения в поколение, которая заставляла людей думать о подвигах предков, о том, что нужно продолжать быть вот в том же русле, идти по той же дороге, по которой шли они. Но последняя, 24-я глава, она совсем в другом эпизоде. И прочитаем ее тоже.